И всем добрейшего вечерочка, с вами Влад, и сегодня будет обзор на сервер Nightland. Ну, если честно, я не просто так делаю его, а чтобы ютуберку получить, так что буду делать крайне хороший обзор. Появляемся мы на вот таком вот спавне, тут есть два дерева как джунгли. Сзади у нас КВП-арена, тут у меня много точек смертей, вон там голый визор бегает, админы тут бегают в Z4. Можно пойти налево и тут будет кликер, но нельзя злоупотреблять автокликера. Каждые примерно секунду и 30 миллисекунд можно будет кликать, я не помню точно. Далее, вправо мы идем, тут магазины всякие. Волшебные пчелы, это вот смотрите, за 250 тысяч вот этих вот рублей можно купить руну пчелы, которая дает нам 25% урона и скорость. Далее, есть пчелы, нет, стрелы пчел, моментальный урон 2, осушение 5 на 15 секунд. Ну, короче, тут все дорого, элитры, вот я на них как раз-таки коплю. Если наберется на этом видео, нет, давайте 10 лайков, то мы снимем новое видео по данному серверу. Только выживание, либо что-нибудь другое. Бомбочка пчелы, моментальный урон 3, ну это классно, но дорогая мне кажется слишком. Тотем пчелы, хорошая штука, всем советую покупать, ну, кто будет на этом сервере играть. Дает 2 здоровья вот сюда вот в хот-бар, или как это называется. Щит плюс 2 здоровья, но это похуже, чем тотем. Далее, есть аукцион, но тут пока что вот на сервере очень мало игроков, так что никто не хочет пользоваться аукционом, а все пользуются скупщиком. Вот, давайте продадим немножко. Вот, и у меня уже 11 тысяч есть. Далее, алхимик. Ну, тут это все сложно. Ну смотри, самое лучшее зелье, дает силу 3, скорость 3, ну, все лучшие для пвп бафы. Далее, тут находится лесорубка, но она пока что не работает. Вскоре мне админ сказал то, что она будет работать. Далее, тут всякий декор. Здесь донат кейс один. Стоит, у меня 0 кейсов, конечно же. Далее. Это вот, когда идешь прямо вот по спавлу. Идешь сюда, тут, какой-то непонятная вещь, типа... 1 на 5 шарлят. Короче, это типа вроде свиньего колья. Спавла на виде свиньего колья, как я понял. У нас тут такие вот ларьки. Потом какой-то замок, трон. Далее. При спросе у... Нашего главы по региону, он сказал то, что мне нельзя будет показывать нашу базу, потому что она совершенно секретна. Но вскоре он разрешит, потому что он ее перестроит по-другому, чтобы это не видно было. Так что вот. Обзор спавна завершен. Давайте в следующем начнем. Варп... О, нету такого варпа. Окей. Давайте походим по варпу. Значит, варп пвп. Вот такая вот варп пвп. Тут ходит хиро. Ой-ой-ой-ой. Нет, я лучше уйду. Потому что я не хочу кт, а потом еще будут жаловаться на меня, то что я летаю в кт. А это уже одно предупреждение хелперам. Как видите, я хелпер один. Ну то есть, хелпер младший, можно сказать. Хелпер второй это обычный хелпер. Хелпер третий это старший хелпер. Есть еще модерация и администрация. Есть еще вроде старший модерация, но это место никто еще не занят. Но вот этот человек 6-7, 6-7 и так далее, он скорее всего займет это место. Администрация здесь очень хорошая, нетоксичная. И еще это, мне за то, что вот у меня 26 или 27 подписчиков, кстати спасибо за 27 подписчиков. Они сказали то, что выдадут мне ютуберку. Либо если она хуже хелпера, то оставят хелпера. И могут давать этот, ну я могу буду выдавать кит ютубера. Либо дадут вообще второго хелпера. Онлайна тут мало, но вскоре, когда админ заработает на новый сервер. То есть на хаб и создадит новый, как сказать, новый гриферский сервер. В смысле в том, что когда ты логинишься, там есть хаб, да. И там можно будет выбирать сервер. Вот тут иногда бывают всякие конкурсы. Кстати, за фри дается хиро варпчит. Я не буду туда идти, потому что у меня вот чисто хорошие вещи. Ну, хорош... нет, 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 нет. Я уже увидел у него... Вроде это у админа фантарумка. А у него был, я помню, была трапка. Короче. Как я понял, это трон админа, так сказать. О, ну, ну, варпчит. Я лучше туда пойду. А. Хоми. А хотя, я так подумал. Если что, если... Ну, короче, вот такой вот наш дом. Пофигу на слова, как сказать, овнера региона. Ну, тут топка всякая лежит. Ну, могу так прямо глазу показать, типа. Вот, типа. Ну, тут тотемы, яблочки всякие. Тут еда, чарка, зачарование, печки и так далее. Вот ферма, кстати, тростника очень много денег нам дает. Вот, кстати, это мой, так сказать, соклановец по РГ. Только в чарминус. Пока что здесь ад не работает. Нету... Здесь скоро появится у хелперов заработная плата в виде рублей игровых. Они дают, типа. Вот, можно прописать команды шоп. И купить какую-нибудь, допустим, броневод. Защита 5. И, ну вот, да. Боевой меч на стратуде. Ну, короче, да, вот. Руны здесь очень классные, кстати. Если сильно попросить у отмена, можно получить рублей. Но у меня пока что их нету, потому что я... Еще, кстати, вспомнил. За... За одну проверку, но проверять мог же, как я помню, только админ 2. Дается... дается рублей. Если он верный, либо... Ну, если он читер, то дается вроде в два раза больше рублей. А если просто проверка, то... Дается вроде донат кейс или... Ну, что-то дается тому, кого проверяли. И... Хелперу дается... Эээ... Рубли. А за них вы видели, что можно купить. Если хотите... Давайте еще раз покажу. Кот-шоп открываем. Вспавнера можно купить. Вот хорошая вещь, кстати. Особенно советую, знаете, кого? Гастов. Хотя, зачем? Не, лучше всего, вообще, коров. У кого вообще денег нету. Либо... А, кстати. Угу. Мне кажется, лучше всего покупать визеров. Потому что, вот посмотрите, просто 8 штук, 1200 монет. Ну, это очень много, так что лучше покупать визеров. Особенно, когда не работает портал в ад. Это эксклюзив, можно сказать, и очень хороший заработок. Эээ... Еще раз спасибо за 27 подписчиков. И такую хорошую активность для моих 27 подписчиков. И на этом видео заканчивается. Всем удачи, всем пока.